здравствуйте друзья вопрос зачитаю недавно смотрел видео одного программиста и он проходил собеседование в тесле так вот он выполнил все задания 4 главных программистов и все ему поставили 4 из 4 баллов но главный что-то типа и чар менеджера отказал в трудоустройстве по секрету по секрету узнали потом что причина отказа была калчурал fit хоть он во всем подходил и совсем справился можете в видео подробнее рассказать что за причина отказа и кому ее бояться так ну давайте мы про калчурал fit посмотрим значит поехали ну давайте так и сначала что такое калчурал fit ну человек может не подходить или подходить по самым разным критериям вот в частности например если вы задачки хорошо решал то в профессиональном плане он справляется как бы да то есть к его претензий нет вот то есть в чем-то он подходит а в чем-то может не подходить например когда говорят калчурал то есть у него нету вот этого калчурал fit то есть он каким-то образом не вписывается в культурном смысле не то что он на пол сморкался понимаете или допустим у него носовой платок торчал не постиранный вот не в не в этом смысле но есть разные миры разные культуры вот я вам такой пример приведу вот допустим вы живете я не знаю в москве и приходит человек устраивается на работу программистом и вот он допустим я даже не знаю откуда но пусть будет из чукотки вот чукча прям настоящий чукча пришел так чукча сел и так вот его раз задачку он решил там два задачка он решил три задачку он решил но дальше значит они начинают обсуждать и один говорит знаете ребят вот я в общежитии жил там у нас был чукча так он ел мороженую рыбу и все время ей стучал по столу так что все общежитие значит допустим спать не могло ну например я я фантазирую или допустим вот не знаю насколько это правда но я часто слышал истории что вот вьетнамцы которые жили в общежитии института связи что вот они любили жарить селедку и от этого была страшная такая ванища и которая распространялась по всему зданию там я не знаю но вот они так вот допустим и но он мог в данном случае речь не об этом нет я просто в качестве примера покажу что бывает человека задачка вроде решает но не вписывается коллектив может быть он что-то сказал там такое то есть он думал что его должны взять потому что он решает задачки они кроме задачки еще смотрят чтобы он вписался в коллектив это тоже задача на отдельная задача и никто не должен как бы создавать этому коллективу как группе людей препятствия в эффективной работе поэтому они так увидели в нем что-то я вам расскажу случай я интервьюровал парня с украины там из запорожья на должность админа и он между делом значит вот так спрашивает на всякий случай спросил я даже не знаю чем мог бы не спрашивать но вот он спросил что принято ли в рабочее время выполнять значит какую-то работу которую слева берет у меня челюсть отвисла то есть как ты сидишь у меня на работе в моем помещении на моем оборудовании я тебе плачу зарплату за твое время чтобы ты тратил его на нужды нашего учреждения и ты в это время выполняешь какую-то халтуру там где-то слева значит а он не понял чего я удивился он говорит а я все время так и у нас так многие так и вот это вот то есть давайте одно дело он знает что это плохо но скажем вынужден потому что ну вот и и начальство смотрит сквозь пальцы пришла знает что не доплачивает и это все по если это как часть системы но он и тут собирался это правда первая его работа в америке была там и тогда это пример знаете это пример того что вот так бывает он у нас работал потом я я не хочу сказать что это как-то кардинально на меня повлияло но я вообще обалдел давайте но хорошо еще спросил вот так что все время бывают какие-то такие вещи знаете которые вызывают у людей вокруг некоторое недоумение или скажем так нежелание находиться рядом или вообще быть частью вот этого всего поэтому вам никогда не скажут этого в лицо абсолютно то есть это это абсолютно немыслимая причина для отказа то есть официально вам этого не скажут если вам сказали неофициально во первых совершенно не обязательно верить тому что вам кто-то неофициально сказал вот тут написано что тут написано потом по секрету узнали потом что причина отказа была там еще чего-то причиной отказа могло быть то что был еще кто-то на эту позицию кто допустим больше подошел или понравился или вписался и так далее поэтому субъективные вот эти вот восприятия того почему тебя не взяли при том что ты такой большой герой они странные такие могут быть и самое главное даже не в этом вот если ты программист так тебя и ты такой и замечательный программист что вот ну все все только тебя и хотят вот за то как ты замечательно работаешь так тебя раздерут что там тесла вот тебе facebook вот тебе google вот тебе apple вот и самые лучшие компании вот вот они все тут пожалуйста давай но я в такой случай расскажу у меня была одна девочка из пошла на интервью ну мы ее послали на практику на интервью она приходит и я буду что тебя спрашивали она вообще ничего не спросили я влачу так как как что пришла те говорят здравствуйте и домой послали что чтобы лагит нет виду спросили расскажи о себе да tell me about yourself это такой классический вопрос обычно с него интервью начинается расскажи о себе и мы с ними репетируем эту историю то есть не то что она была поставлена в какую-то непонятную ситуацию но и и все я говорю а что же тебе почему ты говоришь тебя ничего не спросили она говорит ну ну вот не не спросили не html там не java script нет из кейс написать там и тогда она придумала себе интервью в результате которого ее должны взять на работу вот она приходит и она ждет что ее спросят то что она подготовила что ну вот как то что она рулит процессом а у них свой какой-то интерес ее спросили расскажи о себе она такое рассказала что дальше уже неважно было знает она html не знает java script хорошо знает плохо знают из кейсы пишет не пишет если человек не подходит я приведу другой пример разговаривал с девочкой девочки лет молоденький такая знаете совсем такой зайчик такая симпатичная такая китайская девочка но она уже американская китайская девочка и так она закончила тут местный университет по компьютер сайтс мастер у нее мастер дегриф компьютер сайт ну и значит мы с ней беседуем она вот хочет на позицию по тестированию я говорю а как ты себя видишь вот лет через пять это тоже такой вопрос из типичных таких ну и она говорит между нами так и так трогательно я конечно гиток ты я давай вот но она ведь хочу к маме моей присоединиться войти в бизнес с мамой по фэшн-дизайн модный бизнес у него там модистка и я говорю так хочу что сейчас не войдешь к маме в бизнес она говорит ну так я хочу с деньгами прийти под заработать и прийти уже с деньгами я буду хорошо ладно говорю это я понимаю но если у тебя такая вот страсть там шмоткам моде там и так далее чего бы тебе было вынести в университете и не изучать фэшн-дизайн чё-то компьютер саймс-то изучал она говорит а это у меня бэкап такой запасной путь знаете запаска моя перестраховка и с одной стороны конечно то есть я понимаю что если бы допустим попади она на работу и молоденькая найти она восторженная такая может быть безумно понравилось тем более там парней вокруг полно молодых там и она бы и забыла и про маму и фэшн-дизайн то есть мы люди взрослые как все понимаем но представьте себе что рядом кто-то кто тебе говорит я всю жизнь мечтал я там самое какое-то время вот допустим девочка candy за индии говорит я там компьютер сайт закончила а потом вышла замуж приехала в сша и пять лет не имела права на работу и сейчас я вот рвусь обратно в индустрию для меня это не просто так работа там и так далее я ай клей май лайф бэк да то есть я как бы к жизни возвращаюсь к своей собственной который меня лишали вот тут пять лет но это же это же разный уровень сочувствия и разный уровень как бы мотивации совершенно это так тут перед перебиться пойти а это у него жизни вопрос жизни и смерти поэтому это не совсем калтерусе то что сейчас рассказываю я просто рассказываю о том что человек который в принципе мог бы делать работу и технически он соответствует это не обязательно человек которого возьмут на эту работу потому что когда у тебя есть позиция и человек ну первое может вообще не подойти к алчуру ли да вот он как бы другого из другого мира человек мы его не хотим не он может делать работу но мы его не хотим силу каких других причин это бывает ему обычных никогда не скажет но чтобы не было разборок адвокатов там и так далее там ну кого-то взяли мало ли чего бывает вот а бывает что есть позиция на эту позицию есть несколько кандидатов и тесла такая компания модно этого все хотят вот и в теслу и в google там и в я не знаю там в amazon и еще куда-то очень вот и есть желающие есть выбор значит они выбирают и там две позиции пришло пять человек значит из них там четверо абсолютно в состоянии делать эту работу вот как из четверых выбрать того двоих дал как из четверых выбрать двух которые все могут делать во все четверо могут а как выбрать 2 начинается поиск каких-то других характеристик за пределами того что он может сделать работу знаете то есть вот тут упирается в то что он пришел и он работу сделать может почему же его не взяли другие были тоже кто мог значит я вас уверяю что если бы он был единственный кто мог а все остальные как бы отпали то несмотря на то что там нет вот этого калчурал fit до его все равно взяли ну к тем более большая компания они они не дискриминируют то есть у них нет такого чтобы не брать вот этих или вот этих или вот тех то есть если это где-то даже присутствует то это все абсолютно так сказать негласное в его бы на интервью на не позвали бы если уж на на это пошло вот обычно больших конторах все очень чистенько так вот все по правилам по законам тем более там и чар работает все нормально но у них есть выбор и когда люди делают свой выбор значит они смотрят еще на что-то они смотрят на твою мотивацию даже например вот то как человек себя ведет там не знаю машет руками жестикулирует я помню случай было в конторе мы я там тогда менеджером был у меня были практикант майк майже собственно и один был ну просто был парень и парень и вдруг он постигся на лысо знаете на лысо а ему работу искать через неделю и я в шоке был я объявлю что ж ты делаешь его мы все вместе работаем стараемся там что-то такое ты вдруг вот это это же отталкивает но какое-то количество людей зачем но в такой момент вы найди работу постерегите что-то причем вы бы видели как это выглядело все и тут дебил опенд менеджер шел значит я могу слушай говорю вот скажи вот как ты считаешь да а парень это я же рокер он говорит мы мы все так ходим я буду ты книг ко мне пришел ты не был в такой виде я тебе сразу сказал но девайплот менеджер я могу слушай говорю вот как ты скажешь тот говорит ты знаешь я не помню чтобы уж так кто-то сильно когда-то цеплялся к прическам но один раз говорит он у нас был случай когда мы чек и не взяли именно из-за этого ягу расскажи тот говорит понимаешь как приходит парень все нормально ну ну все хорошо но у него волосы вот такой шар большой большой такой шар этих волос что само по себе еще не страшно но он периодически в этот шар запускает рук и начинает там чесаться этим и и как ты им это не понравилось еще раз не то чтобы они ему сказали нам не нравилось что ты чешешься все время в голове они этого и этого ему не сказали они просто кого-то другого взяли на эту позицию поэтому в принципе если ты программист если ты как бы умеешь работать если ты знаешь свое дело но куда-то тебя не взяли но может быть им хуже я не знаю это не это не повод для переживаний вот окончарал fit ну но это правда но вот приезжают люди из разных стран этим не все же из норвегии вот как тут наш президент размечтался вот а есть люди из других стран тоже и я могу сказать что в культурном отношении как бы традиция история культура там всевозможные привычки там традиции вот это сильно отличает людей самых разных мест это надо конечно умудриться чтобы это привело к тому чтобы тебя не взяли на работу это уже какой-то должен быть ну и экстремальный какой-то вариант потому что в кремниевой долине особенно вообще в калифорнии но кремниевой долине особенно где белый человек почти редкость вот а если встретишь кого-то вот так чтобы кого-то вот по этой статье не взяли на работу это надо немножко умудриться если это действительно так надо я не знаю насколько можно этому доверять и что ему там такое сказали я бы не стал сильно опираться на то что ему сказали но здесь привыкли привыкли к индусам я помню знаете первое время когда вот стали приезжать из индии много невозможно было руку пожать потому что они мазали мазали все смазаны были какими-то кремами маслами маслами и вот каждый раз руку пожал идешь идешь руки мыть мылом например или вот они тогда приезжали есть культуры некоторые или это может быть места определенные где например принято отрыгивать тогда съел чего-нибудь и вот они сидят вроде кушают и так бум-бум еще такими эти перченым таким как дракон и то есть было такое время когда вот такая притирка происходило а потом я смотрю видимо их инструктируют то есть что вот это 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 здесь мы не делаем да никаких проблем нет вот пожалуйста можно спокойно руку пожать не никто не сидит не отрыгивает во время еды и тогда какие-то вещи они ночь приноровились делать приноровились ходить не в традиционном индийском там в саре там или еще что то есть они могут там где-то но на работу например они обычно в этом не ходит вот допустим даже наша школа мне все равно ходи в чем хочешь я например даже люблю когда они в чем-то таком национальном придут так можно рассмотреть как и прикольно но было время когда у меня первые индуски появились девяносто шестом году они только в этом и ходили и я все думал блин как же они на интервью пойдут вот это же сразу ты себя как-то так начинаешь выделяться очень сильно одеждой зачем одежды ты вот интеллектом выделяйся ну в общем да а сейчас я даже не знаю это редко 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 даже просто на урок казалось бы приятка редко так они ходят вот в джинсиках там может быть просто штанишка каких никто в саре сейчас не ходит поэтому она притирается люди привыкают и те люди которые выделяются привыкают не выделяться и те люди которые на них смотрят привыкли не удивляться привыкли к разнообразию так что я бы из этого большой проблемы не делал честно счастливо